В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске». С вами Галина Давыдова. Здравствуйте. Коротко о том, что вы увидите в выпуске. Омикрон наступает. Об особенностях вируса рассказал главврач Выборгской межрайонной больницы. Отправляясь на лед, проверьте снаряжение. Какие подручные средства помогут не попасть в ледяной плен. Гонки роботов во время урока. Школьников приобщают к техническому творчеству. Сказка не во сне, а наяву. В Монрепу открыли зимнюю экотропу. Блоки, уклоны и нырки. Кто получит путевку на первенство России по рукопашному бою? В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для школьников с 7 по 20 февраля. Об этом сообщает портал «Минус коронавирус». Решение принято штабом по нераспространению ковид-инфекции в Ленинградской области. Соответствующее распоряжение будет подписано губернатором в ближайшее время. К слову, по сообщению оперативного штаба Ленобласти, за последние сутки в регионе зарегистрирован 1 251 новый случай заболевания коронавируса. В Выборгском районе эта цифра составляет 117 человек за сутки. О новых правилах госпитализации рассказал главный врач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасев. В связи с перепрофилированием больниц других городов региона под ковидные стационары, значительно возросла нагрузка на Выборгскую межрайонную больницу. Поскольку пациентов при условии отсутствия коронавируса теперь везут в Выборг. В связи с открытием ковидных больниц в городе Рощино, Приозерск и других, получилось так, что произошло перераспределение отложной помощи на нашу больницу. То есть скорая помощь из этих городов госпитализирует пациентов к нам. Все отделения больницы работают практически на весь регион. И должен отметить, что нам помогает успешно выполнять эту задачу то, что кадрами укомплектованы сейчас врачебными практически все отделения. У нас полноценно работает хирургия, травма, кардиология, где имеется палата интенсивной терапии, неврология. Все пациенты неврологические выборцы с инсультами доставляются тоже в наш сосудистый центр. Олег Карасев также подчеркнул, что при наличии ковидной инфекции пациента отправляют в специализированное медучреждение. Омикрон имеет свою специфику. Чаще всего это заболевание не очень тяжелое. То есть первичная высокая температура сменяется относительно удовлетворительным состоянием и, в общем-то, бессимптомным окончанием заболевания. То есть в большинстве случаев это насморк, это боль в горле, першение, небольшой кашель. Омикрон поражает чаще всего верхние дыхательные пути. Но у него появилась одна особенность. Он теперь стал поражать детей. То есть на сегодняшний день омикрон стал поражать детей, что мы не видели раньше при пандемии. Напомним, в Выборг уже поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков в количестве 50 доз. Школа города Высоцка обретет имя и юридический статус. Семь лет назад, после того, как школьное образование было переведено на так называемое подушевое финансирование, она перестала быть юридическим лицом. Сначала ее присоединили к 12-й школе, затем к школе поселка Советского. Всего в учебном заведении 80 детей. В чем была проблема? Это город. И подушевое финансирование города, оно 6 тысяч на одного ученика. А в сельских поселениях и городских поселениях 12 тысяч. И вот эти 6 тысяч рублей на ученика, а там меньше 90 человек, но хватало только на полугодие. Не было возможности платить в следующие полугодия зарплату учителям, покупать учебники и другие методические пособия, которые необходимы для качественного образования. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержали изменения в областной закон, позволяющий решить финансовые проблемы образовательной организации. Законодательное собрание приняло закон, где четко написало методологию по душевному финансированию для таких школ, которых до 90 человек, как раз попадает в Исоцкая школа, которые будут применяться коэффициент городского поселения. То есть не 6 тысяч теперь на учениках будет, а 12. Высоцкая школа будет носить имя кинорежиссера, сценариста и педагога Станислава Ростоцкого. Греча с тушенкой и горбуша с макаронами. Пенсионерам и семьям с маленьким доходом окажут продуктовую помощь. Жители Ленинградской области, получатели социальных услуг, могут оформить бесплатный набор. В него входят базовые продукты – сахар, крупы, консервы, макароны и растительное масло. Оказывается, семьям, малоимущим семьям, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам, у которых невысокий средний душевой доход. Документы надо предоставить, паспорт из НИЛС, инвалидность, если есть, и обращаться в Центр социальной защиты населения, который находится на Выборгской 30. Там человека признают нуждающимся в оказании срочной социальной услуги. Сами продуктовые наборы формируют в Выборгском комплексном центре социального обслуживания населения на рубежной 28. Здесь его и выдадут получателю, а в случае необходимости доставят на дом. Как не стать жертвой коварного льда? Подросткам рассказывали спасатели. Тема для нашего района актуальная. Сотрудники МЧС каждый сезон спасают любителей зимней рыбалки, провалившихся в полынью или уплывших на отколовшейся льдине. О том, как действовать в чрезвычайной ситуации, расскажет моя коллега Татьяна Анкудович. Теплый гидрокостюм поверх формы сотрудника МЧС и четвероногий помощник. Выборгские спасатели провели практическое занятие для приморских школьников. Финский залив здесь, как на ладони. И летом, и зимой местных тянет к воде. Мало кто задумывается о грозящей опасности. Величить площадь опоры, ложу поналет. И вытаскивают друг друга, отползая назад. Побережье залива – излюбленное место рыбалки у местных жителей. Запрет выхода на лед едва ли остановит истинного любителя посидеть с удочкой. Практически у каждого из этих ребят есть такие родственники или знакомые. Теперь школьники знают, о чем предостеречь рыбака. И самое главное, как помочь тому, кто попал в ледяной плен. Опора шире руки. И выбирается он не вперед, а желательно выбирается назад. Потому что сзади был толстый лед, по которому он шел. Впереди он не знает, какой лед. Выбирается и перекатами, перекатами. Лекцию на открытом воздухе провели специалисты МЧС. Старшеклассникам наглядно продемонстрировали, что нужно делать, если провалился под лед. Показывали самоспасение по провалившемуся на лед. Показывали, как нужно спасать, как нужно вести себя на льду. Какие нужно оказывать помощь, какую помощь, медицинскую помощь, по тому, чтобы человека не заморозить. Помогать переодеваться, помогать тому, кто провалился. Какие медицинские показания можно оказывать, что можно, что нельзя, что противопоказано. То, что нужно, как себя вести с провалившимся, как вести себя на льду. как помогать тем людям, которые провалились под лед. По словам специалистов, многие вещи из арсенала спасателей стоит иметь при себе и любителям проводить время на замерзшем водоеме. Но подойдут и приспособления попроще. К примеру, не уйти под воду с головой поможет простой нож или отвертка. Для меня было очень необычным то, что человек прыгнул добровольно в холодную воду. Это же очень страшно, и я бы никогда не осмелилась на подобный поступок. И это страшно. Страшно быть в ледяной воде, испытывать все вот эти эмоции. И страх, что может это закончиться нечто плохим. Очень впечатлил вариант с отвертками. Это довольно странно, но имеет практическое решение. Веревки, санки, лыжи, верхняя одежда. Для спасения утопающего подойдут любые подручные предметы. Продемонстрированные приемы произвели на школьников сильное впечатление. Была очень интересная визуальная демонстрация. Это интересно, ярко и запоминающе. Самые яркие, наверное, были представления, как человек проваливается под лед и с помощью своих собственных рук, лыж, подручных материалов пытается выбраться. Я считаю, что подобные занятия очень полезны и важны. Благодаря полученным знаниям мы сможем более решительно и четко действовать в подобных ситуациях и, возможно, спасти чью-то жизнь. И свою, и чужую. Спасти человека мало. Часто ему необходимо оказать медицинскую помощь. Ну и как минимум согреть. И, конечно, не забыть вызвать экстренные службы. В целом мне понравилось. Сегодня я узнал много чего нового. Например, что когда человек провалился под лед, надо растопыривать руки, чтобы не утонуть. И, например, если у вас есть какие-нибудь подручные суставы, например, санки, надо подползти к человеку и рядом с ним положить и вытащить его. Спасибо огромной спасательной бригаде города Выборга за то, что провели эту лекцию. Как говорят спасатели, чтобы избежать беды, необходимо быть осторожным и заранее оценивать все риски. Ведь не зря говорится – береженого Бог бережет. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Школьники Выборгского района осваивают современные перспективные профессии, необходимые в информационном обществе. В этом им помогает образовательная робототехника. Направление приобретает все большую популярность в школах. В Приморском центре образования учебный модуль включен в программу седьмых классов. С помощью чего оживает конструктор и что общего у робота с летучей мышью узнала наша съемочная группа. Законы физики, математики и информатики не на страницах учебника, а в окружающем мире. Взглянуть на школьные предметы по-новому позволяют занятия робототехникой. Ученикам Приморского центра образования действительно повезло. С прикладной наукой их знакомят в рамках предмета технология. Уже два года школьная программа включает в себя модуль по изучению автоматизированных систем. Для этого выделили помещение, оснастили его современным оборудованием. Учителя прошли курсы повышения квалификации. При изучении модуля техники обучающиеся знакомятся с роботами, с их ролью в современном производстве, основными элементами, перспективами робототехники. А практическая направленность при реализации данного модуля предусматривает сборку из элементов конструктора роботизированных устройств. Педагоги говорят, что при работе с конструктором в равной степени активно трудятся и голова, и руки ученика. Отсюда развитие мышления и исследовательских навыков. У роботов собирать очень интересно, тем более там надо не только собирать, но и самостоятельно программировать. Это специальная программа, позволяющая самостоятельно программировать, скажем так, мозги этой платформы. Наиболее ценным эффектом от программы, считают учителя, становится развитие у детей умения решать задачу, применяя разные школьные дисциплины. Здесь развивается логическое мышление у детей. Мы вспоминаем информатику, вспоминаем программирование, вспоминаем математические вычисления. Детям нравится эффект, что они собирают по картинке, а потом эта картинка оживает. Картинка – это технологическая карта. Школьники видят ее в ноутбуке. Сегодня у ребят цель – сделать ралли-ровер. Конструктор предназначен для групповой работы, поэтому собирают роботов в паре. Так ученики одновременно приобретают и навыки сотрудничества, и умение справляться с индивидуальными заданиями, решая задачу сообща. Мало просто собрать, надо, чтобы модель еще и правильно работала. Здесь используется много всяких датчиков. Например, датчик нажатия, с помощью которого мы как раз таки активировали езду робота. И с помощью датчика ультразвука он как раз таки начал восстанавливаться, когда увидел перед собой препятствие. Принцип работы ультразвукового датчика ученые позаимствовали у природы. Летучие мыши, посылая звуковые сигналы и принимая отраженные, ориентируются в пространстве. Так и этот датчик отправляет волну высокой частоты и ловит ее обратно, отраженную от объекта. Таким образом, с точностью вычисляет расстояние до предмета. Урок носит и немного соревновательный характер, чей робот в итоге будет быстрее. Виктория Иванова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Единый государственный экзамен, школьное питание, современные технологии, достижение детей, зачисление в первый класс. Об этом и многом другом в студии программы «Городская среда» рассказала председатель комитета образования администрации Выборгского района Лариса Самченко. Полную версию интервью смотрите в среду, 2 февраля в 19.00 на канале ВМТК, а также на нашем сайте выборг.тв и в группе Выборг ТВ в социальных сетях. 1 февраля по китайскому гороскопу начался год тигра. Его стихией является вода, поэтому хозяина этого года называют еще голубым или черным. Музей-заповедник «Парк Монрепо» тоже обзавелся символом 2022-го. Наша съемочная группа получила возможность полюбоваться новой достопримечательностью. Символ наступившего 2022 года появился на одной из скал в парке Монрепо. Автор ледяной скульптуры – лесничий Владимир Чентурия. Высечь тигра ему удалось благодаря замерзшей красоте – ледяным водопадам, которые образуются на скалах. В скалах существуют некие чаши-наполнители с водой, где накапливается вода. А когда бытуют сильные морозы зимой, вода начинает замерзать, потихонечку расширяться и выдавливать из этих чаш эту воду. И она начинает искать выход. Соответственно, она начинает стекать по скалам. Ледяные водопады и, собственно, самого тигра можно найти на экотропе, вновь доступной для прогулок. Она начинается на краю света и проходит по одной из самых живописных частей острова Твердыш – вдоль берега бухты Защитной и до величественных дальних скал, напротив острова Былинного. Ее общая протяженность – 5-6 километров. У нас красиво, все белым-бело, просто сказочное место. Ходить стало очень удобно. Не скажу, что очень комфортно, потому что каждый день припорашивает снежком. Но очень красиво. Никто не пожалеет, если придет. Тропинки протоптаны, никто глубоко не проваливается. Сотрудники парка ежедневно расчищают здесь лестницы, мостики. На деревьях развешаны специальные таблички. Есть навигация, подсказывающая, в каком направлении двигаться. Так что эко-маршрут полностью безопасен. Заблудиться невозможно. Это очень важно людям, которые живут в больших мегаполисах. Приехав к нам, они могут увидеть папоротники, мхи в их среде обитания, полюбоваться нашими скалами и разнообразной растительностью. Можно насладиться тишиной, уединиться. Можно понаблюдать за птицами, за белочками. Правда, их в этом году не так много у нас. Кстати, за разработанную эко-тропу парк Монорепо получил диплом первой степени в номинации «Лучший маршрут экологического и активного туризма Ленинградской области». Движение – это жизнь. А правильные движения – здоровье и долголетие. Все больше пожилых выборжцев приобщаются к активному образу жизни. Одним из самых популярных и доступных видов спорта по-прежнему остается скандинавская ходьба. О том, как, казалось бы, обычные прогулки с палками влияют на здоровье, расскажет наш корреспондент Владимир Кочетков. Пешком к долголетию с опорой на палки. Время, когда на пожилого человека, целеустремленно идущего с лыжными палками летом, смотрели с улыбкой, давно прошло. Сегодня скандинавская ходьба не только перестала удивлять прохожих, но и стала любимым занятием для многих людей всех возрастов. В Выборге популяризация этого вида спорта, особенно среди старшего поколения, занимается опытный инструктор по скандинавской ходьбе Александра Вениаминовна Лосева. Мы уже занимаемся вообще пятый год скандинавской ходьбой на Батарейной горе, занимаемся два раза в неделю. Группа у нас уже большая, здесь только нужны палки, желания и чтобы не было лени. И любой человек может к нам прийти и заниматься скандинавской ходьбой. Мы подберем правильно палки и два раза в неделю будет заниматься с нами скандинавской ходьбой. Ближе было желание. Мало кто знает, что скандинавская ходьба была придумана финскими лыжниками для поддержания активной формы спортсменов летом. Проработка мышц при движении на лыжах и его пешем аналоге с палками оказались одинаковой. При занятии скандинавской ходьбой работает 90% мышц, улучшается кровообращение, улучшается настроение, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, вентилируются легкие, значит бодрость духа. И после скандинавской ходьбы, когда мы позанимаемся, у нас заряд энергии вообще на целый день. Мы чувствуем себя прекрасно. Двери клуба выборских любителей скандинавской ходьбы открыты для всех круглогодично. Каждый спортсмен ходит в комфортном для себя ритме. Главное условие – не стоять на месте. Трасса на Батарейной горе более чем подходящая. Извилистые тропинки и перепады высот. Здесь самое лучшее место, Теренкур, как раз очень самый подходящий Теренкур для скандинавской ходьбы, именно для пожилых людей. Здесь и зимой хорошо, и летом, и весной, и осенью. Приглашаю всех заниматься скандинавской ходьбой. Это самый прекрасный для пожилых людей, это самый лучший вид спорта, чтобы пожилые люди себя чувствовали энергично, бодро и здорово. Владимир Кочетков, Кирилл Важенин, медиагруппа «Наш город». Выборг принимал всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики». Турнир проходил с 28 по 30 января. Он был посвящен памяти заслуженного тренера России Александра Факеева. Подробности далее. Путевка на первенство России по рукопашному бою. Вот о чем грезит каждый участник этих соревнований. Турнир «Звезды Балтики» является отборочным. Юноши и девушки 12 и 17 лет из 22 регионов нашей страны встретились в Выборге, чтобы исполнить свою мечту. Всероссийские соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Александра Факеева, который ушел из жизни в прошлом году. Для многих он был не просто тренером, а настоящим наставником в спорте и в жизни. Эти соревнования мы начинали с ним. Вот в этом году уже получилось, что без него проводим первые соревнования. Но вот и в дальнейшем это будет только ему посвящено. От Ленинградской области на турнире выступают две команды. Представитель одной из них Степан Петров живет в Гатчине. Занимается рукопашным боем 9 лет. Мы поинтересовались у него, что нужно для того, чтобы попасть в сборную региона. Тренироваться больше, не пропускать тренировок, упорно, трудиться. Нас учат не только побеждать на соревнованиях, но и самообороне на улице. Всему учат. От ножа, от пистолета. Характер тоже поменялся. На момент, когда мы брали у парня интервью, у него за плечами было уже два боя. А это кадры из последнего. Решающего. В финальном поединке со счетом 3-6 победу по баллам одержал Степан Петров. Таким образом он занял первое место. Очень устал. Соперник очень хороший. Прямо, наверное, лужескими сражался. В сборной Ленинградской области шесть выборских спортсменов. Один из них – Никита Красов из поселка Вещево. Вот уже почти 9 лет три раза в неделю приезжает в Выборг на тренировки. Кстати, занимается он вместе со своим братом-близнецом. Но в этот раз участвовал в соревнованиях один. Мне помогает завоевать достижения терпение, упорность и поддержка тренера. Я посоветую заниматься молодежью рукопашным боем. Это поможет постоять за себя, ну и вообще для физического состояния. Хочется выиграть первенство России, первенство мира. И в дальнейшем продолжать заниматься рукопашным боем. Получить высокие достижения. По словам участников, любые соревнования – это важный опыт. Всегда найдешь, чему поучиться у соперника. В сборной Абрянской области, в которой 18 спортсменов, приехала в Выборг вместе со своим наставником Андреем Королевым, который к тому же является главным тренером сборной России. Вид спорта совершенствуется. С каждым годом что-то добавляется в правилах новое. На международном уровне по сравнению с другими странами мы, конечно, лидеры. Но это пока. Чемпионат мира уже показал, что мы можем и проигрывать. Мы командный чемпионат мира проиграли с разрывом в одну золотую медаль. Проиграли сборной команде Узбекистана. Но в этом же году мы на Кубке мира вторым составом сборной России обыграли команду Узбекистана. Отметим, что бои по требованию Роспотребнадзора проходили без зрителей. В зале могло находиться не более 50 человек. Из выборгских ребят на победный пьедестал удалось подняться одному спортсмену – Владиславу Пташнику. Он завоевал бронзовую медаль. Галина Давыдова, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Наш выпуск подошел к концу. Напомним, что программу «Город. Новости по-выборски» можно посмотреть в любое время суток на сайте выборг.тв или в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»!